Салам алейкум, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. У нас сегодня очередной урок по сарф, по морфологии арабского языка. Мы продолжаем сейчас с вами спрягать пустой глагол, фи'ль-аджуаф. Пустой глагол, это тот глагол, в котором вторая буква является слабой. И в качестве примера, так как мы фа'ль-аджу первую главу спрягаем, в качестве примера мы с вами взяли глагол, ба'айаби'у, байан, продавать. На прошлых занятиях мы спрягали с вами, распрягали глагол прошедшего времени, наследшего, будущего времени. Сегодня у нас тема, ис-муфа'илин. Сегодня мы, иншаллах, будем спрягать с вами существительные, указывающие на субъект действия. Существительные субъекты действия. Или существительные, которые указывают на действующее лицо. Одним словом, сейчас нам надо сказать продавец, грубо говоря. Тот, кто продаёт. Существительные объекты действия всегда спрягаются в шести формах. Три мужского рода, три женского рода. Сейчас я напишу все шести формы. Перевод дам, а потом, иншаллах, объясню нюанс, который здесь есть. Ба-и-у-н, ба-и-а-ни, ба-и-у-на, 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 ба-и-а-тум. Ба-и-а-ни, ба-и-а-ни, ба-и-а-тум. Ба-и-а-ни, два продавца, в смысле двое мужчин-продавцов. Ба-и-у-на, много мужчин-продавцов. Ба-и-а-тум, одна продавщица. Ба-и-а-тум, две продавщицы. Ба-и-а-тум, много продавщиц. Еще раз прочитаю Ба-и-ун Ба-и-а-ни Ба-и-у-на Ба-и-а-тун Ба-и-а-тани Ба-и-а-тун Так, теперь Что касается нюанса Который здесь есть О котором я вам сказал Что иншаллах бисмин Вот Ба-и-ун Как вы уже догадались На самом деле здесь Одна коренная буква Она заменилась на другую Так сказать, да То есть или исчезла Ба-и-ун В своей основе Ба-и-ун То есть раз уж мы спрягаем глагол Ба-а-я-би-у-ба-и-ан Вы сразу можете догадаться Что здесь на самом деле Буква-я вот здесь исчезла То есть она Она не исчезла Она превратилась вот в хамзу Ба-и-ун Вот основа Ба-и-ун На самом деле Должно быть ба-и-ун Здесь есть железное Такое правило Если после добавленной Буквы алиф Стоит слабая буква В смысле Я или Вау Сейчас мы проходим Я То Я Буква Я И буква Вау Заменяются на хамзу Хамзу Вот мы видим Здесь Алиф Она добавленная буква Потому что у нас Мирила Фа-и-ун Вот даже Кстати Исм Фа-и-ун Вот это уже Мирила Фа-и-ун Мирила я имею ввиду Вот так мы сравниваем Фа-и-ун Сба-и-ун Сравниваем Фа совпадает Сба Алиф С Алифом Айн С Я Лам С Айн У нас Три коренные буквы Фа Айн И Лам Соответственно Алиф Она Эта буква Она добавленная Она некоренная Если после Добавленной Буквы алиф То есть Некоренной Алиф Стоит Буква Я Или Вау Я Или Вау Превращается В Хамзу То же самое Будет Ка-и-ун Говорящий Тот кто Говорит На самом деле Ка-у-илун От глагола Ка-ла-я-ку-лу Ка-у-лан Говорит То есть Здесь После Добавленной Буквы алиф Стоит Буква Вау И вот Буква Превращается В Хамзу Это Такое Железное Правиль Поэтому Ка-у-илун Будет Ка-илун Ба-и-ун Будет Ба-и-ун Вы можете Уже догадаться Что Тот кто Спит На-и-ун Да Он на самом деле На-у-и-ун Потому что На-у-и-ун Извините На-у-и-ун Потому что Глагол На-ма-я-на-му На-у-ман Спать Сон На-у-му То есть Вау И вот Таким образом Хамза Если вы увидели Вот такие слова Алиф И после Алифа Хамза Вы сразу же Должны догадаться Что Вот эта Хамза В своей основе Либо Я Либо буква Я Либо буква Вау Еще раз Правила Повторю Если после Добавленной Буквы Алиф Стоит Буква Я Или буква Вау Вот Добавленная Буква Алиф Здесь Здесь То тогда Буква Я И буква Вау Превращаются В Хамзу Надеюсь Что То что Объяснил Здесь Было Понятно Здесь урок У нас Не такой большой Сегодня Почему Потому что Исмах Ули Я объяснил Потом Еще Там уже Нюансов Чуть больше Здесь Надеюсь Все Было Понятно Если Что То Было Непонятно Спрашивайте В комментариях С удовольствием Вам Отвечу Подписывайтесь На мой Ютуб Канал Спасибо Вам За Внимание Доброго Всем Здоровья До Новых Стреч Саляму Алику